Музы вопреки с собой твою я Десятилетний Петя Борисов поет с раннего детства. Больше всего на свете мальчик любит музыку и в будущем мечтает стать знаменитым артистом, таким же, как и его кумиры Полина Гагарина и Пелагея. Я люблю заниматься музыкой, петь очень сильно люблю. Это сейчас мальчик выступает перед одноклассниками, но несколько дней назад мысли Пети были совсем не о свете софитов и гастролях по стране. После занятий школьник не пришел домой. Говорит, старшеклассники загнали его в лес и убежали. А вот сам Петя найти обратную дорогу не смог. Тревогу забили еще вечером. На поиски мальчика вышли десятки человек. Организовано было все, и волонтеры, и полиция, и кинологи. В общем-то масштабная такая работа была сделана. И в районе двух часов ребенка нашли. Я благодарю всех участников. Эта история стала шоком для мамы Пети, ведь с ребенком у нее никогда не было проблем, и отношения в семье очень теплые и доверительные. Елена рассказывает, что у них с сыном нет друг от друга никаких секретов. У нас с ним договоренность. Причем он сам это предложил. Мама, давай друг другу никогда не врать. Но я ему доверяю. Он мне тоже доверяет. Если вижу в его глазах какое-то лукавство, он это замечает и сразу начинает улыбаться. Его можно запросто раскусить. Классный руководитель Пети Лариса Алексеевна отзывается о мальчике и его маме только положительно. Рассказывает, что Елена всегда интересуется, как дела у сына в школе. А сам мальчик очень скромный и спокойный. Петр тихий, спокойный мальчик. С одноклассниками он на конфликт особо не идет, хотя ребята к нему очень тянутся. Он очень хорошо поет. На ура принимают все его выступления, все его творческие работы, все работы, которые он делает на уроках технологии, все те работы, которые он делает на уроках изобразительного искусства. Ну, в принципе, ребята к нему тянутся. В этот день Петя окончил третий класс. На празднике одноклассники и их родители услышали три песни в его исполнении и наградили начинающего артиста овациями. Сам же мальчик уже знает, чем будет заниматься после окончания школы. Петр планирует покорять столицу страны. Ксения Мазина, Рустам Саитов, Столичные новости.